СЕМЁН! Я прибавил ходу и выбежал на площадь. Ульяна, блять, не отставала. Здарова, братаны, вы на канале Дьюфплей, меня зовут Евгений, и сегодня мы продолжаем проходить очередной мод во славу нашей вайфу Мику. Погнали, аквамариновый ангел! Ээээ, так, это от лица Семёна или от лица кого? Моя история начиналась шаблонно, как и у каждого человека. Рождение, учёба, работа. Ну, вот отличия были в том, что у меня не было нормальных отношений. Люди меня сторонились, меня не понимали, девушки шарахались от меня. Ага, значит, Сёмка. Хотя я не был уродом. Мне хотелось поговорить с кем-нибудь, но никто не желал меня слушать. У каждого постоянно находились какие-то дела. Я пытался сближаться с людьми, но меня отвергали. Меня не принимали, и в конце концов я смирился с этим. Стал сторониться людей и замыкаться в себе. Я получал образование медицинского работника, ведь, несмотря на мою появившуюся замкнутость, я не потерял свой альтруизм. Надеялся, что люди не так плохи, какими кажутся. Как же я, блядь, ошибался? Работая на машине скорой помощи, я, кажется, узнал всю сущность человека. Тупое быдло, готовое перерезать тебе глотку за бутылку спирта. Вечно больные бабульки, которые с лёгкой руки могут написать жалобу начальству за любую вещь, что им в тебе не понравилось. Им, блядь, плевать, что твою маленькую зарплату урежут ещё больше. Им плевать, что ты каждый день рискуешь заразиться неизлечимой болезнью. У меня так и не появилось девушки, ведь мне было не до того. График работы позволял только удовлетворить физиологические потребности. Да и то не полностью. Я разочаровался в людях, насколько... Понял, насколько они тупы и продажны. Я понял, понял, что впустую потратил свои лучшие годы. Что у меня ничего нет, ни друзей, ни девушки, ни перспектив в жизни. И что единственное решение всех проблем лежит в ящике кухонного стола. Я знал, что резать надо вдоль по венам. Сначала боялся, обдумывал всё много раз. Но я понял, выхода больше нет. Не нужно продолжать многолетнюю агонию одинокого брошенного всеми человека. Было очень больно, но мне было плевать. В последние минуты жизни я забылся и не думал ни о чём. Где-то на грани сознания я услышал женский крик. И почувствовал, как по лицу хлестнуло волосами странного... Аквамаринового... Ва-ва-ва-ва-ва... Света. И я потерял сознание. Я не знаю, сколько времени прошло, но я очнулся в автобусе. Осмотрев свои руки, я увидел, что на них нет никаких порезов или шрам... ШРРРАМОВ. Это меня не удивило, ведь я знал о существовании предсмертных галлюцинаций. Автобус был пуст, а двигатель заглушен. За окном бушевала зелень. Был самый разгар лета. Я подошёл к месту водителя, но там тоже никого не оказалось. Только открытая пачка сигарет лежала на приборной панели. Когда я вышел из автобуса, то увидел большие ворота с надписью СОВЁНОК. Судя по всему, это был пионерлагерь. Блять, как он так догадался-то сходу, мать твою-то за ногу. Что странно, ворота не были проржавевшими или старыми. Видно было, что их не так давно покрасили. Ой, пиздец, братьюня, ой, пиздец, ворота тут уёбищные. Обернувшись, я понял, что приехал на Икарусе. Это было вдвойне странно, ведь в наше время их осталось очень мало. Да и все они были проржавевшие и полуразвалившиеся. Здесь же стоял практически новый, разве что с пятнами грязи на корпусе. Я подошел к воротам, увидев молодую девушку славянской внешности с русыми волосами, заплетенными в косы. В косы! Она была одета в обыкновенную пионерскую форму. Белая рубашка с красным галстуком и юбка. Девушка первая обратила на меня внимание и спросила. Привет, ты только что приехал? Эм, ну, да. Меня все славей называют, а тебя как зовут? Семён. Иди к вожатой в домик и отметься. К домику попадешь или пойдешь прямо по дороге. А потом повернешь налево. А мне нужно бежать. Есть неотложные дела. Извини. Я немного подумав, решил играть по правилам своих галлюцинаций и пошел к домику вожатой. Я прошел какое-то здание. Пройдя на площадь, я вспоминал, что мне сказала Славя. Вроде я иду правильно. Это был маленький зеленый домик с облупившейся краской. Рядом с дверью стоял велосипед. Постучавшись в дверь, я зашел внутрь. Передо мной предстала небольшая комната с двумя кроватями. Шкафом с зеркалом. На дверце у стены. И столиком у окна. Одна кровать не была застелена. Судя по всему, это была кровать вожатой. На тумбочке рядом с кроватью стояли разные предметы быта. Чайник, кружка и открытая банка печенья юбилейная. Осмотрев все это, я поздоровался. Здрасте. Здравствуй, ты, наверное, Семен? Что-то ты задержался. Всего неделя до конца смены осталась. Зарядоч не мог раньше приехать. Ладно. Вот, распишись здесь, меня Ольгой Дмитриевной зовут. Со всеми вопросами можешь обращаться ко мне или к Славе. Это девочка с розыми волосами, или ты с ней уже познакомился? Да. Около ворот встретил. Тогда хорошо. Добро пожаловать в наш лагерь. Надеюсь, время, проведенное здесь, запомнится тебе надолго. Учитывая, что предсмертные галлюцинации длятся в искаженном подсознании целую вечность, то, думаю, это время мне запомнится навсегда. Подождите, а где я жить буду? О, совсем забыла. Ты будешь жить в этом домике, потому что все остальные уже заняты. В домике с вожатой. А где можно форму получить? Она висит в шкафу. Галстук завязывать, надеюсь, умеешь? Я утвердительно кивнул. Ну и отлично. Скоро будет сигнал на обед. Но ты пока можешь погулять и познакомиться с лагерем. Посмотрев в зеркало, я увидел, что изрядно помолодел. Как минимум лет на 8-10. Форма была мне как раз. Недоуменно покачав головой, я решил пойти прогуляться по лагерю. Выйдя из домика, я свернул за угол и пошел по аллее. Вдоль дороги располагались деревянные лавочки, кругом свела зелень. Засматриваясь на красоты этого места, я не услышал приближающихся шагов и получил сильный шлепок по спине. Обернувшись, я увидел рыжую девушку, все в той же пионерской форме, края рубашки которой были завязаны в узел на животе. Пионерка задиристо улыбалась. Потирая спину, я спросил. Эй, ты чего? Ты новенький, да? Ну да, вы чё, так всех встречаете? Бывает и похуже. Ты еще легко отделался. Мда. Ти... Алиса, все так же ухмыляясь, пошла дальше. Сука рыжая. Поплутав немного по лагерю, я узнал, где находится столовая, пляж, пристань и медпункт. Пройдя по узкой тропинке от медпункта, я увидел маленькое здание с большими стеклянными окнами. Решив узнать, что там находится, я постучался в дверь. Входите! Ответил мне странный и знакомый голос. Я открыл дверь и вошел. На стуле сидела миниатюрная девушка с аквамариновыми волосами и настраивала гитару. Посмотрев на меня, ее глаза округлились и она чуть не выронила гитару из рук. Ты чего? Я... Ни... Ничего. Тебе плохо? Да нет, все нормально, просто ты мне напоминаешь кого-то. Кого? Да нет, уже забыла. Хотя на самом деле она все помнила. Как тебя зовут? Мику. Из Японии? Да, она никто не верит, что у меня... У меня отец советский инженер, а мама из Японии, поэтому имя японское, а живу здесь. Да, из нее получился бы отличный словесный пулемет. Понятно. А меня Семеном зовут. Осмотревшись вокруг, я понял, что это здание по типу музыкального кружка. Кругом стояли музыкального кружка. Кругом стояли музыкальные инструменты. Около стены стояла бас-гитара с усилителем. На табуретке лежал тромбон, а у окна стояла пианино. Из окна открывался прекрасный вид на лес. Вспомнив, что раньше я учился играть на гитаре, я спросил. Эй, я вот на гитаре играл раньше. Можно к тебе записаться? Конечно, можно. Мику потянулась за бланком и ручкой. Вот, напиши свое имя и фамилию, и распишись здесь и здесь. А когда можно будет приходить? В любое время после обеда, я тут все время одна сижу. Такая милаха и одна сидит. Господи, я бы оттуда не уходил даже. На слове одна Мику грустно вздохнула. Прозвучал горн на обед. Пойдем? Я сейчас только настрою гитару и приду. Выйдя из здания кружков, я пошел по направлению к столовой и задумался. Почему Мику так странно на меня отреагировала? И почему же мне так знаком ее голос? Воспоминания всхлынули в голове. Я почти потерявший сознание от потери крови и крик. Крик Мику. Затем я помню, как меня хлестнуло по лицу волосами аквамаринового цвета. Это она меня вытащила? Как? Зачем? Кто-то дал мне второй шанс? Так много вопросов и так мало ответов. За этими рассуждениями я сам не заметил, как пришел к зданию столовой. Это было большое белое кирпичное здание с лавочкой около входа. Рядом с крыльцом стояла старенькая Волга. Зайдя внутрь, я увидел, что столовая полна пионеров. Главное место все еще остались. Рядом с Алисой и двумя незнакомыми мне девочками. Ну, если выбора нет... Всем привет. Видались уже? Хмуро ответила Алиса. Другая девушка с темно-фиолетовыми волосами мне лишь молча кивнула. А еще одна, как и Алиса, ржеволосая, но с более красным оттенком, хитро прищурилась. Ну, привет. Тебя Семеном зовут, как Алиса мне сказала. Да, а вас как зовут? Я Ульяна, а вот ту скромницу зовут Леной. Лена густо покраснела и уперлась взглядом в тарелку. На обед были пустоватые щи и пюре с котлетой. Быстро управившись супом, я хотел приступать ко второму. Как вдруг Ульяна утащила котлету прямо у меня из-под носа. Эй, да моя котлета у тебя своя есть! А я свою уже съела, да и вообще. Я растущий организм, мне нужно больше пищи. Так попроси у поваров добавки. У соседа по столику вкуснее. Ха, ну ешь свою котлету, фиг с тобой. Ну, сразу обиделся, ладно. Чай, я еще одну принесу тебе. Ульяна встала из-за стола и через некоторое время пришла с котлетой на тарелке. На вот, ешь. Ага, спаси. Я уже собирался поблагодарить, как вдруг понял, что с котлетой что-то, блять, не так. Разве у котлеты может быть хвост? Оправдывая мои подозрения, из-под котлеты выползала большая скалопендра. Ну, мы люди не брезгливые, мы бомжей возили и кусочки мозгов по асфальту собирали. Я вытащил насекомое из-под котлеты и швырнул его в Ульяну. Таких испуганных лиц я в жизни не видел так много. О-о-о! Снимите, снимите ее с меня! Вместе с Алисой... Я вместе с Алисой укатывался со смеху. Наконец, сняв с себя несчастное насекомое, Ульяна зло на меня посмотрела. Алиса похлопала мне по плечу и сказала. Ну, лучше беги, причем как можно быстрее. Я это понял и без ее помощи, поэтому рванул по направлению к выходу из столовой. Семен! Я прибавил ходу и выбежал на площадь. Ульяна, блять, не отставала. Я свернул к медпункту и спрятался за деревом. Фух! Вспомнив о том, что Мику так и не пришла на обед, я решил вернуться к столовой и попросить добавки для нее. Но все же... Все равно же в кружок иду. Осмотрев территорию столовой, стало понятно, что Ульяны здесь нет. Из столовой маленькими группками выходили пионеры. Зайдя в столовую, я заметил Алису, также направляющуюся к выходу. Она мне хитро подбегнула. Получив добавку в виде пары булочек с кефиром, я выдвинулся по направлению к кружку. Зайдя внутрь кружка, я увидел, что Мику мерно дремала на маленьком диванчике около кладовки. Солнышком разморело, наверное. Я подошел к столику, чтобы положить туда добытую мною провизию. И уже собирался уходить, как вдруг Мику заговорила во сне. Стой! Не надо! Не умирай! Нет! Нет! Мику проснулась, резко вскочив на диване. Кошмар! Мику подняла на меня глаза и вжалась в спинку дивана. У нее было бледное лицо, и она явно была напугана. Да что с тобой такое? Ты... Что я? Ты мне снялся сейчас! Тут я немного опешил. Ей снялся я? И я умирал в том сне. Может, это Мику меня как-то вытащила из моего мира в свой? Что именно тебе снялось? Ты... Лежал в крови. На полу лежал окровавленный нож. И... и... Мику зарыдала. Я подошел к ней, сел на диван и слегка приобнял. Не плачь, это всего лишь кошмар. Ничего такого. Этот кошмар, он мне снялся сегодня еще ночью до твоего приезда. Он был таким реалистичным. Я задумался. Может, Мику знает, как я оказался в этом лагере? Может быть, тебе неприятно вспоминать, но расскажи поподробнее. Что тебе приснилось сегодня ночью? Я... Я оказалась в какой-то квартире. Вышла из комнаты и увидела свет в ванной. Я приоткрыла дверь и увидела... Увидела. Мику еще сильнее зарыдала. Ну, ну, перестань. Успокойся. Просто мне недавно тоже... Такой сон приснился. Ты... Лежал в ванной, наполненной кровью? Вены на руках были порезаны. Что было потом? Я оттащила тебя из ванной на диван. Нашла какие-то тряпки и перевязала руки. Дальше я ничего не помню. Ты говорила, кошмар был очень реалистичным. Да, я полностью ощущала себя, мыслила, как в реальной жизни. Кто отправил Мику меня спасти? Зачем? Кому я понадобился? Все, все, успокойся. Это был просто кошмар. Просто очень запоминающийся... На, вот, поешь. Ты, наверное, проголодалась. Я дал Мику булочку и стакан кефира. Спасибо. Может, пойдем в медпункт? Выпьешь... Чего-нибудь... Чего там она выпьет? Выпьешь успокоительное. Станет лучше. Нет, не надо. Мне уже лучше. Да и медсестра у нас какая-то странная. В смысле? А в каком смысле мы узнаем уже в следующий раз. Ну а сегодня на этом все. Всем спасибо за просмотр. И всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok